Приветствую всех! Всем привет! 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 В чем интерес ваш к нам? Потому что мы стартовали с 5000 рублей У кого сейчас в Гармане 5000 рублей? У всех. Все хотят заработать, правильно? Когда Владимир ко мне пришел, он говорит Макс, я сейчас на последние деньги в Москве нахожу Сейчас из Красноярска приехал Я живу в Москве Есть кто-то из регионов Из Красноярска есть люди? У меня слышно вообще? Очень И Владимир говорит, у меня идея Стартовать бизнес, я хрен знаю, что делать Но вот есть такая вот идея Автомобильные духи, говорит Я говорю, что за фигня Он говорит, ну смотри, у меня есть контакты С французским заводом Мы сейчас стартанем этот продукт И заработаем нормально денег Я так думаю, ну не, какая-то фигня Посчитай гараж и финансовую модель Вова, значит, ночью не спал Пришел на следующий день Просчитал финансовую модель 80 миллионов, чтобы было написано Я думаю, на, на, давай Слегка подпавил, чтобы интерес был, понимаете В общем, в чем была идея Да, мы, кстати, с Вова познакомились в Сочи То есть, после выпускного В курсе долина Мы поехали в Сочи Нас определили в один номер Вова все два не молчал У него была болезнь горла Я думаю, он вообще не разговаривает Но потом однажды он попросил мне шампуня Потому что он разговаривает В итоге, значит Слово ему сразу нашли общий язык Классный парень И, значит, вот Это частичка Да, это частичка Когда мы, соответственно, продали уже компанию Кто-нибудь меня не фоткал свои заработанные деньги с гордостью? Да, фотали точно Давайте все будем говорить Соответственно, смотрите У кого есть идея, предположим Заниматься каким-то продуктом, как у Рафаэля? Ну, не знаю Продавать сумки, чехлы Там еще что-то Больше возможно У нас какая была идея? Распространить этот продукт во всей России По странам СНГ И еще заработать Классная ведь идея, правильно? Огонь Как это сделать за 5 тысяч рублей? Хотите узнать? Да Я тоже хотел узнать Сентимент как раз хотел узнать Давайте быстро познакомимся Вова, расскажи про себя Да Почитай Сейчас прочитаю В общем, я предпринимательством Занимаюсь 16 лет Мои айфоны возили в Красноярске И доставка цветов была такая средняя Кстати, чтобы поехать в Москву я продал ее То есть я за неделю собрался Продал доставку цветов Зашел в магазин, купил сумку Нагрузил все вещи и уехал в Москву То есть я даже никому ничего не сказал В Красноярске В Красноярске В Красноярске Большая как поляна из снега То есть я когда там был Я приехал, у меня еще деньги на городе был Я приезжаю и там вообще никого нет на улице Вот вообще просто Нас мешает рука На машине мы едем и думаем Куда я попал просто? Хотя у меня папа Сибирь Я думаю на Сибирь Как бы люди должны быть Было минус 40 градусов Это жесть, да В общем Вова как очень классно говорил То что в Красноярске Есть такая тема То что люди делятся в две категории Бизнес-свейны, которые что-то заработали И люди, которые хотят заработать Но у них не получается Потому что те молчат Ну не рассказывай Как они это сделали В итоге вторая категория Да В итоге вторая категория Уезжает в Москву на заработки Что в принципе Вова и сделали Проблема Ну я думаю это проблема многим Я бы сказал Красавчик Оттуда Там же тяжелее Согласен Ладно Давай дальше Далее Ты наверное Я уже Меня зовут Матик Может кто-то меня знает Там Вебинары мы смотрели Не знаю Вступления В Лаке работал Директно по маркетингу Ну не об этом речь Соответственно Как мы из нуля По сути То есть нет бизнеса Сделали бизнес Подожди по мальчику Я повторил слева Я помню Ваязу Клубпост Как он Рассылал сообщение на свои мероприятия Как давно в детстве Как раз мы тоже ездили по улице Выклеили листок Чтобы у нас покупали цветы Вот мы все Сами Все четко И все было заражено В общем Про что мы сегодня расскажем Твой x-фактор То есть Что такое x-фактор И как его найти Почему он важен Точная цель на старте Вот когда мы стартовали наш проект Мы думаем Ну вот Давай короче Не знаю Ну 10 миллионов Нормально Все стартуем И это была большая ошибка На самом деле Расскажу потом почему Постоянно быть открыты Ко всему новому То есть обучайтесь То есть то что вы сюда пришли Похлопайте себе Вы молодцы Кстати Даже АЕС обучается То есть я его Уговорил съездить на один семинар В Лондон Он съездил Был доволен Так что все обучаются АЕС Поэтому вы молодцы То что вы здесь сидите Впитываете в себя Потому что я на вашем месте Сидел год назад То есть я обращался В лайк-бизнес Четвертый И вообще не жалею Собственно как я в парте Приехал в Москву Аааа Приехал сразу к нам Я сразу понял Чтобы было с кем познакомиться У нас не было друзей То есть сесть и принимай Да Ну я вам буду сесть Да ну да Так мы говорим Так В общем Наш кейс Это 5 слагаемых успехов То есть 5 факторов успеха нашего Первое Это команда Вот мы едем в Красную игру Пушим мясо Красноярские Значит 3 Медея Многое партнеров Вы же понимаете Что двигаться одному Это сложно Кто это Врач или Мак Да Вот Вова пластную вещь Однажды сказал Макс Вот я не серьезно Да и пламя Вот мы ни хрена не понимаем Вообще ничего не понимаю Как из продажи Он говорит Макс Вот короче У меня задача 45 партнеров Вы должны заплатить 50 тысяч рублей Делай что хочешь Вот вообще не знаю Хоть танцуем на улице В итоге Так как я Эксперт в этом В рекламе Кстати Рафаэль у меня обучался рекламе Он забыл про это сказать Но я их предпомнил Знаешь Первое что важно Это найти команду Причем команду С ключевыми компетенциями То есть предположим Если вы хотите Стартовать бизнес Как мы У нас Были три Хотелки Первое это реклама И продажа Вторая это стратегия Третья это Связь с летаем И Логистика Соответственно У нас было три партнера Вначале Владимир Отвечал Еще вот самый главный момент Да Не надо бояться делиться Что у вас там кто-то Что там 20% 30% Не важно Вы все заработаете Да Это как делиться Знаете сервички Стартап делать Так Давай вообще Мне 50% Нет Давай мне 60% Нет Все И разосрались Даже не начал Второе Точнее третье Но общая цель Очень важно иметь общую Единую цель То есть у нас у всех троих Была цель Реально заработать Стартовать бизнес Хоть какой-то Потому что я после того как Из лайка ушел Я думаю Чем бы заняться Надо бы бизнес сделать Надоело уже у кого-то работать В сервере у Никиты из Красноярска тоже Значит Следующий Каков Лодингс-фактор Вот опять же То что я сказал Находите людей Вот прямо сейчас Вот если вы хотите что-то начать Находите людей Которые вам нужны Не занимайтесь сами Маркетингом Если вы в нем не сильны Нафиг надо Вы потратите на это 3 года Человек уже на это 3 года потратил Чтобы в этом разбираться Соответственно Находите с ним Делитесь Деньгами То есть Говорите вот Чувак На тебе 15% На бизнеса Занимайся рекламой Маркетингом Все Делай что хочешь Мне нужен результат Все Ваши колонокольцы не так И он доволен Вы довольны Еще один момент Придел бы сказать про их факты Максим На мой взгляд Является Один из лучших маркетологов Москвы вообще Да Вот мы сидели в Красноярске Ему Он в тузах сидел на кровати Ему звонил Балахнин Ну если вы знаете Балахнин Как его зовут? Я Балахнин Очень крутой маркетолог Так что Через несколько лет Вы это лицо везде увидите А как найти продукт? То есть Что продавать Короче Можно Да Да Слайд назад Про В Лондоне Как раз было Там спрашивали Про Экспартер И Простите Всех официально присутствующих Там у нас было 10 тысяч человек На это время Поделить Реально Собирать Собираться вопросом А что является вашим Экспартером Экспартер это некая ключевая Своя компетенция А что вы конкретно Можете получать То есть Экспартер Макс Это Как видите Продажа маркетинга Вова За всякую стратегию За вопросы с продуктом Отвечал Никита За логистику Международной связи Руслан За управление Ну И я бы сейчас хотел Чтобы каждый из вас На секунду на 30 Взял себе паузу И Чтобы вы реально Задались Вопросом А что им нравится Вашим Экспартером И себе прямо сейчас Куда-нибудь запишите Ну то есть Что Моя Причевая компетенция Причем я силен За что То Больше всего Я максимально могу Продать свое время По сути Вы же время Продаете Что угодно В моем случае Например Тоже стратегия Плюс Немножко Маги Продав Пример Продажи В моем случае Я уже Да Все Задайте Задайте себе Вопрос Может быть Вы Настолько Харизматичны Что Вы легко Собираете Команды Хотя кому-то Это не удается Может быть У вас идея Хорошо И Я хочу Чтобы Вы То Маги 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 И Я Адидас И Работал Он там Начиная Просто С менеджера Вырос До Что-то среднее Типа Типа Открывать Точки И Вот После курса Долина Он Запартнеровался с ребятами У которых есть много денег И Он сейчас Из Москвы Удаленно Открывает В Самаре В каком центре Точку Удаленно Мышницы Все прокачиваются А мог бы сейчас На улице Ну то есть Я говорю Леша Ты либо Иди к нам Работать Либо Идею Занимайся Этим То есть Мы тебя там С рукаем На гайперскую компанию заберем Ну вот Поэтому Он еще У инвесторов И Они открывают У них сейчас Цель 40 салонов Поэтому Вы должны понимать За что Конкретно Вы можете Получать Максимум денег Прямо сейчас Вот Кому Больше 30 лет Кому Больше 30 лет Наверняка У вас уже Есть определенные депертизы В тех или иных моментах В тех или иных вопросах Не вижу Ну вот Поэтому нельзя Перечеркивать Просто Вот какого хера Я стою на этой сцене Сейчас Мы когда запускали Тренинговую нашу компанию Лайн-центр У меня был партнер И я меньше всего Хотел проводить время На сцене Потому что Когда я буду заниматься Бизнесом Если я буду все время Проводить чему-то учить Каждую неделю Какие-то мероприятия проводить Но Потом я понял То что Не просто так По сцене выступать А у меня есть в этом Экспертиза Откуда Я два года работал предыдущим Поэтому Без проблем Без особой подготовки Без усилий Могу всякой фигнёй заниматься Будьте 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 Не каждый человек Это может делать И я принял это Свой опыт Примял это Нравится мне Это или не нравится Но я полюбил это даже Потому что Я понимаю Либо я использую Двухлетний опыт Работы по найму Либо я перечеркиваю Просто два года Своей жизни Я его использую И вот я здесь На сцене Перед вами Хотя там на основном Куча очень больших Очень серьезных Проектов Вот А я С молодыми Начинающими Признесменами Вот С историей про найму Ты точно для себя Что-то понял Наверное Есть такие Ну вот Мне кажется Самый простой способ Стартовать Это понять Свою ключевую компетенцию Опыт свой И множить её Множить её Нельзя перечеркивать У нас девочка Одна тоже На лифтали была Она лифтанкой занималась Заботала по найму И сейчас Будет спордержившись Вот Хрена Когда у тебя есть Такой опыт У которого Будет Поэтому Смотрит на себя Машение Давай Сейчас Давай Давай Я хотел бы Сказать одну вещь В Красноярске Взять Там не чувствуется Час стоит денег Приехав В Москву Сразу понимают Час Ваше время Я хотел бы Чтобы от нашего Ваше выступление Вы пользу себе Прямо Ну оставили Вот Чтобы понимать Кто У кого нет бизнеса Поднимите руку Вот Пожалуйста Сейчас Откройте Заметки На телефоне Открыли? Да Откройте Откройте Заметки На телефоне Не важно Что оба Одна И Запишите одну штуку Главное Влизаться в драку А потом посмотрим Что будет Я это сразу услышал От Путина Я не знаю Чья она правда Может быть Наполёт Она тогда плохо кончила Поэтому Не употребляйте Эти Для начала Если у вас На старте Если вы не знаете чем заниматься Пофигу Займитесь чем угодно Займитесь чем угодно Короче У кого много сил и энергии Кто готов пробовать летать Первый раз На джунгли Поднимите руки Поднимите выше руки Когда мне было 19 20 примерно лет Я студент 1-2 курса Работал по найту Ведущим мероприятиям Сценарист И так далее И Второй курс или первый У меня суббатом 80 тысяч рублей в месяц В Ижовске Это очень много Это очень много Я тогда купил себе машину Впереди в Chevrolet Cruze За 625 тысяч рублей Потом 5 лет Я за него расплачивался Недавно Закрыл кредит Кстати Ну вот Спасибо Закрыл кредит Спасибо вам Бум Бум Вот Ну ладно Там было 14% Это очень 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 Хорошо Так вот В какой-то момент Произошла встреча С моим Хорошим знакомым Который ушел На этот момент Бизнес Я столкнулся с потеряностью То есть Мы с ним раньше приют И постоянно вместе Пухами Ну вот Ну шучу Не перевыли еще Прямо Пухами Вот Наши там 18-19 лет И Потом он на год пропал То есть Я ему звоню Типа сомнев Почему Как дела Там Был такой убийственный Вильямс Что ли Парти Типа сомневался Вся Вся 399 Я до сих пор помню Жопкая цена 399 Я говорю Санек Снова акции Пошли Вот Ну я еще не преувеличу Реально так было Ну он как бы Нет Нет Все время отказывался Но через год мы с ним встречались И Это был другой уже человек Ну он Он занялся бизнесом Он занялся там Лесом И И Я не скажу Что он там много денег Дальше зарабатывает Но это был другой человек И вот Он начал мне там рассказывать Как у него там жизнь проходит Что-то что происходит И там так интересно В лесу это Как он рассказывает Там всякий дрэш происходит А он говорит А ты что как год А я думал Пятница Суббота Как против Я понимаю Что Ни хрена не происходит В моей жизни Ну то есть 80 тысяч зарабатывает Да У меня дальше Никаких нет Пусть и в кредите И Ну грустно Короче Ну то есть Вон момент встречи Он у меня пал По голове ударил То есть В этот момент Ты снова думаешь Вот я дебил Вот я не знаю У кого-нибудь было При инвегации У меня уже Вот я дебил Что я дебил Вот Самое лучшее Что с вами может произойти Это ощущение Честное слово Потому что оно у меня Произошло Я родинный парень У меня не статусом было Проста с отличия В школе И Типа Раз Такой Дуд И в этот момент Я принял без себя решение Вот это было самое Кручевое Одно из ключевых решений В моей жизни Я работал в ТВМ долго Я сказал Вот была моя жизнь Долг Теперь после И в этот момент Я знаю Я молод Я энергичен Я умел Да И я должен делать бизнес И вот мне Чего не предложи В тот момент Первое Я бы всем замкнул Кирпичи там Не знаю Возить И С удовольствием Тюльпаны заниматься С удовольствием То есть Чего бы первого Мне попалось Я бы этим замкнулся Как вы понимаете Раз Я встретился со своим товарищем Сашей Который занимался лесом Который занимался Лесом Лесом И началась моя бактерия Четыре месяца жизни В лесу В сорока километрах И это был просто Полный трэш Я заработал денег Меньше Чем зарабатывал Ведущий А там еще Сезон сварки Я понимаю Что это самое Тупое решение Которое я принял в свою жизнь И идти в лес В лес короче В двадцать лет У меня есть две фотографии Между ними разница где Фотография одна Где я имел Конкурс красоты в Эдмуртии Ну то есть Стою я У меня фиолетовая рубашка Фотография есть у меня вконтакте На странице Там где там 2012-2011 год Фиолетовая рубашка Такой нормальный парень Возле меня Слева от меня Там пять моделей Справа от меня Пять моделей Все выше меня И там Ну просто так Прекрасно все И фотография через неделю Стою я С гранцепилов в руке С гранцепилов в руке Слева от меня Слева от меня Димон Слева от меня Вау И мы все с гранцепилами В лесу И комары Вот у нас такое было понимание, типа, уральская колбаса. Как вы думаете, что такое уральская колбаса? Нет, это чеснок. Ну вот, и как было 4 месяца, мы жили в лесу, жирали хлеб, чеснок, кукурцы и такие кухари. Это никогда не вышло. Вот, там бригада, нарвали место, там в концерте все закончилось, там очень печально. На самом деле, вот, нам не платили деньги и так далее. Я бы тоже недавно описывал эти, вспоминал эти истории и все. Но жалею ли я об этом? Ни хрена не жалею. Ну то есть, я как Спарта. Тебя скинули, ты сам играешь. Ну то есть, я не те столько там в силе не прикладывал, как в лесу. Даже до сих пор я не так много работаю, как было там у нас. Ну вот, поэтому я уже в бизнес заходил не в розовый бочках. Ну то есть, я в бизнес заходил, понимая все, что со мной может произойти. А со мной там произошло все, все. Ну то есть, не знаю, это была самая большая плотность. Поэтому, если вы что-то хотите, то, наверное, в каком-то смысле вового дела говорили. Что вы, ну там, пишитесь в черт. И самое главное, имейте стольные яйца, что-то. Даже не просто. То есть, имейте мужественность сдержать свое слово. Я его сдержал тогда. А слово мое было очень простое, что я больше не буду работать по найме. Чего бы я это ни стоил. И в итоге даже спустя четыре месяца охренительно работал в лесу, когда я заработал меньше денег, чем зарабатывал по найме, я все равно держал свое слово. И в итоге каждый мой следующий проект будет не предмещен. Поэтому вот сегодня вы уйдете, но примите решение для себя. Что-то в жизни не меняется. И в какую-то историю ввязаться. В хорошем смысле этих слов. У кого отзывается, можете попробовать. Как найти продукт? То есть, как понять, чем заниматься? У вас должна быть гипотеза. То есть, предположим, у меня гипотеза, что автомобильные духи пойдут. То есть, они будут продаваться, они нужны людям. А почему мы выбрали автомобильные духи? Потому что Вова просто любит тачки. Он думает, блин, вот я хочу, чтобы в машине пахло хорошо. Вот я клиент, мне это нравится. Соответственно, и моим друзьям это не нравится. Почему вы это не размасштабируете, правильно? Соответственно, мы решили выбрать автомобильные духи. Да пофиг вообще, чем заниматься на самом деле. Дальше самое интересное. Как сделать так, чтобы этот продукт, который вы выбрали, вы сделали его сами, либо привезли из Китая, вообще пофигу. Как сделать так, чтобы он распространился по сетям, по городам, по странам СНГ. Как это сделать? Не было жив, почти ни рубля. Вообще нефиг. Вот честно, я нисколько не преувеличиваю, правда. Потому что, ну, нафиг мне вам брать, вот честно. Как все было? То есть Вова говорит, вот продукт, Макс, найди мне 45 человек, которые у нас выкукнут этот продукт, соответственно, и в компанию придут деньги. А компании даже еще не было. У нас не было ни компании, ни производства, ни хрена не было. Вообще ничего не было. Вот у нас вдвоем сидели, курили хальяты и думали, как заработать. Соответственно, как из 5000 рублей мы сделали 14 миллионов? Очень просто. Вова так по однажды сидит и говорит, Макс, давай посмотрим фильм «Волкс Уолл Стрик», наверное, смотрел? Да. И Вова говорит, слушай, вот как тебе фильм? Нравится Максу? Я говорю, да, охрененный фильм. Мне кажется, Макс, ты охрененный продажник. Я говорю, почему тебе так кажется? Я говорю, ну не знаю, ты так классно говоришь, мне кажется, ты продашь кому еще угодно. Я говорю, ну, возможно. В итоге у меня эта мысль залетла. У меня сейчас есть такая теория, теория рапки опухоли называется. Кто не слышал, мы и теория рапки опухоли. Интересно послушать? Предположим, вам что-то от другого человека надо. Вы подходите, ну, можно любого человека? У тебя, например, ты самый веселый активный. Предположим, он тебя как зовут? Настя. Предположим, мне нужно, чтобы Настя мне дала 10 тысяч рублей. Я... Так тоже бывает. Я говорю, Настя, есть десятки? Нет, 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 нет. Я вхожу к Насте и говорю, Настя, мне кажется, ты очень добрый человек и очень щедрый. Вот я прям уверен в этом просто. Это не эролегистическое программирование, NLP. И все, я бросаю Настю на 2 недели. Все. Она обо мне не думает, я обо мне не думаю. Что происходит? Хочешь, смотрят фильм «Начало»? Смотрели? Да, да. Помните, как они делали? Они внедрялись в сон человека и продавали ему идею. То же самое. Я ушел. И у Настя эта мысль залегла. Особенно у женщины. Блин, я же правда щедрая. Я же такая добрая. Ой, а я... Кстати, я начну вас вспоминать. Вот я год назад помогла другу. Дала ему тысячу рублей. Все. У меня вот эта мысль. Она начинает играть в опухоли, развиваться в мозгу. И через 2 недели я такой «слушайно», ну, в кавычках. Подхожу к Насте, слушаю нас, дать не спешу. Я говорю, ты ж такая нокая. Она говорит, да держи кончик. Так было же 10. 10, да. Да, уже 30. В общем, Вова мне продал идею, что я не на продаже. В итоге мы сидим с Вовой. Я запустил рекламу на 5000 рублей. То есть я сделал... На свои 5000 рублей причем. Я к нему пришел бизнес делать. Вова такой, на тебе 20% от несуществующего еще бизнеса. Делай, что хочешь. Ну, соответственно, что я умею, это реклама. Вот я, несколько не было, вот такой пост был. Вот этот пост, с которого я получил сначала 200 заявок, потом в общей сумме 1000 заявок. 1000 гребаных заявок со всей России, Кыргызстана, Казахстана, Украины, Беларуси. Вот эти заявки с этого поста. Там ничего сложного нет. Этот пост запустить можешь за 5 минут. То, что в принципе... Там написано. Ищем партнеров в Тойн Горьзе. Вот, которые справа. Видите, да? Да. Я запустил пост. Туда вложил 5000 рублей. Мне капнуло 200 заявок. Мы сидим с этими двустами заявками. Вова говорит. Вова говорит. Слушай, давай я попробую позвонить. Вова говорит. Начинает звонить. Там что-то типа из серии. Алло, здравствуйте. Мы хотели заняться бизнесом. И на другом конце говорила, это что, MLM? В итоге такой Вова кладет айфон и говорит, слушай, Макс, из меня херня продажная. Давай ты попробуй. Я думаю, ну ладно. Я значит звоню. На тот же марш? На другой. На следующий. Ниже по списку. Звоню и продаю. На 50 тысяч рублей. Что ты ему сказал? Это уже другой разговор. Это уже другой тренинг. В общем, 50 тысяч рублей уже капнуло на карту. У нас даже расчетника не было. Настолько людям было интересно. В чем суть? Суть в том, что вы должны помочь заработать другим людям. Понимаете? То есть, когда вы начнете заниматься бизнесом, у вас должна быть какая-то, помимо компетенции, полезность людям. То есть, кто ходил в ЦУМ? Не ЦУМ. Знаете, что такое? Да. Ребят, давайте поживее. Это же интересно. Да. Давайте похлопаем. Да. Я в 19 лет, когда был студентом, работал в ЦУМе. Я ненавидел этих богачей. Терпеть не мог. То есть, я продавал вот эти куточки. Помогал найти богатым женщинам в градице. Там еще застегнут пальто за это. Ну, не пальто. Не пальто. В смысле? Разные куточки. Разные куточки. Платья, платья, платья. В итоге, что я понял из ЦУМа? То, что люди идут туда не за одеждой. Люди идут туда за мечтой. За ощущением. Понимаете? Когда я звонил, я продавал не наши миллионы духи. Я продавал возможность заработать. Я говорил, чувак, ты сейчас живешь в Иркутске. Ты ни хрена ничем не занимаешься. У тебя есть возможность с помощью нас заработать денег. И все. Вот весь секрет. Это не MLM. Это не пирамида. Это стандартный бизнес. Сетевой бизнес по продаже продуктов. Все. Соответственно, как мы это сделали? Я прозвонил эти 200 человек и с конверсией 85% закрыл больше 50 человек примерно. На эти деньги мы открыли производство, закупили товар, отправили этот товар людям. Дальше. Слушайте внимательно. Вот помните, когда инфаэй говорил, как масштабировать, да? То есть у вас есть продукт, вам нужно его поставить в большую количество точек. Правильно? Кто со мной? Поднимите. Слушайте еще. Интересно? Точно интересно? Да. Хорошо. Хорошо. Вот мы сидим и думаем, вот нафига нам ездить в Красноярск, Краснодар, в Иркутск, в Грузию продавать самим. Есть же люди, которые там живут, которые знают, где товар может продаваться. Они знают население, они знают специфику городов. Правильно? Все. Мы нашли этих людей. Мы нашли людей, представителей нашей компании в каждом городе, которые продавали наш продукт так, как они умеют. Потому что они там живут. Дальше что происходило? По поводу команды и поддержки. У нас к Новому году образовался долг. Расскажем почему. Да, да, да. Кстати, о долге. Наш партнер, Никита Гатрашин, он занимался как раз с Китаем мотревозимным стеклом. И мы как раз хотели заходить в Лукоил, да, в Газпром. У нас была возможность, и она была такая, как сказать, она вроде есть, вроде ее нет. Но если она была, мы хотели максимально к ним подготовиться. Короче, мы на радостях заказали 30 000 флаконов. Да, это вышло примерно на миллион сто рублей. То, что сейчас Фэйн хочет заказать фуру. Мы заказали 30 000 флаконов, они уже были на границе. Мы таки сидим радостно, ну, взык, извините, зашипись, по кайфу, все хорошо. Можно сказать, долг образовался просто на один день. Ну, то есть, вот мы вечером, у нас все кайфово, мы будем кальяны, что-то раз выдаем, а что-то раз с утра уже все. Чего-то как было? Подходит наш партнер Никита, если стоять, говорит, пацаны, а деньги-то дадите? Мы такие, а сколько надо? Ну, больше ляма. Мы такие, жесть. Все. Что мы делаем дальше? Сидим мы втроем, значит. Сидит Вова, я и Никита. И Никита говорит, я из Красноярска, Макс. Вова тоже. Как бы, может, кредит возьмем? Он у нас не оформит, давай натяк, мы сейчас оформим. Да, 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 Макс, и Никита, постричь. В любом партнерстве должен быть человек, у которого можно, короче, закрыть кредит. Так, короче, нужно один застричь по-любому. В итоге, я говорю, нет, пацаны, никакого кредита нахрен надо, у меня мама, папа, я их люблю и не хочу. В общем, мы выбрались из этой задницы за два дня. Мы за два дня нарулили больше ляма. Двумя вещами. Первая вещь, которую мы сделали, это мы продали больший объем товара в новую рассрочку. То есть, получили 20-30%, тем самым закрыли сурышансовый разрыв. То есть, они закупали у нас 20 тысяч рублей, а они потом начали закупать на 100. Да. И второе, получается... Второе, мы посмотрели еще раз фильм «Вокс Уолл-стрит». Вова говорит еще медалнин виски и говорит, слушай, ты же классный продажник, Макс. Давай что-нибудь, по-моему, уйти. В итоге за два дня Макс нарулил миллион. То есть, просто прозванивая. Вот кто считает себя хреновым продажником? Вот вообще не умеет продавать. Вот чушь все это. Вот такая чушь, вот такой дурет бросит. Знаете, почему? Можно любого пацана сюда, вот любого. Парень, мужик, пацан, любой, ну давайте сюда. Вот я сейчас докажу, что ты в полной счете. Как ты зовут? Руслан. Может микрофон ему? Нет. Ну, можно куда-то, давай. Руслан, у тебя есть идеал девушки? Ну, не знаю, актриса какая? Меган Фокс. Меган Фокс. Супер. Поп-класс. В общем, представляешь, что эта Меган Фокс вот сидит перед тобой. Вот серьезно, вот она пришла и перед тобой сидит. Вот что, тут ты будешь? Вот серьезно. Ты хоть что, ты скажешь ей? Ну, что-нибудь скажешь. Что ты скажешь? Или в Инстаграме просто добавишь, чтобы писать дирекцию. Заговоришь. Заговоришь. Ну, какая у тебя цель? Ты же хотел всю жизнь Меган Фокс, правильно? Вот она сидит. Возьми ее. Серьезно. 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 Общаться. Серьезно. Общаться. Серьезно. Я предполагаю, что Макон Форумс вообще не работает. Я предполагаю, кто это? Да. Все, здравствуйте. Макон Форумс, типа, вот. Меня Расман зовут. А, вот. Нет, наверное. Предположим, ты русский знаешь. А, я предположим. Развью смену. А, ну как бы, у меня Макон. Мы расходим с вами когда-нибудь вечером, пообщаемся. Чувак, Макон Форумс. Ты это говоришь, что будут с вами запаститься? Серьезно. Макон Форумс. Почему не так? У тебя желание должно быть. Ну, я в своей реальности говорю, давай. Потому что я не Макон. Вот это вот. Ну, ну, продолжай. Продолжай, продолжай. Продолжай, продолжай. Продолжай, Макон. Согласна? Сходим? Как бы, я тебя не знаю. Ну, закончимся. Хорошо. Как считать, первое касание произошло? Yes. Ну как, нет? Он уже ей позвонил? Диалог идет. Позвонил. А, это был звонок. Ну, считаете, это продажа в холодную? Да. Прошло первое касание? Все, спасибо, Руслан. Что я хотел этим доказать? Вот вы когда что-то сильно хотите, ну, реально хотите, вы это, блин, продадите, правда. Ну, продадите, что угодно вы продадите. И вот это вот ощущение типа, блин, я не продажник, я не умею, это херня все это продавать. Вот я хотел помочь ребятам и самому себе выбрать изжогу, серьезно. В компании будет нахрен закрылась, если бы я не на рулю миллион. Я не хотел брать кредиты, я пошел и продавал. Я звонил в Сибирь, я звонил в Сибирь мужику и говорю, Мужик, у тебя охрененная возможность заработать, серьезно, давай. Он говорит, нет, новый год, подарки, дети надо покупать, у меня денег нету. Я говорю, ты чего, давай. В общем, к чему я веду? Вы можете продавать, правда, все что угодно. А особенности ваш товар. Так, что делать-то в итоге? Самый эффективный способ привлечения клиентов в интернете. На самом деле, вот вам честно скажу, вот сколько я маркетингом занимаюсь, я применил примерно процент 2 из всего того, что я знаю. Потому что нахрен другое не надо. Не нужны эти варенки, не нужны эти дебайеры, эмэл рассылки, сайты, у нас даже сайта не было, серьезно. У нас была группа ВКонтакте, один рекламный пост, который я крутил на протяжении всех 6 месяцев. И гугл таблицей Excel, в которой падали заявки, это по гугл форуме, я даже не досужился сайт сделать, потому что мне лень было. И я прозванивал сверху вниз просто заявки. И Вова удивлялся, как это получается, серьезно. Это была какая-то золотая ниша просто. В чем-то суть в том, что помимо того, что ребята купили у нас продукт, они каждый месяц у нас же докупали еще. То есть это не франшиза, не пьют эти, франшиза там паушальных носов, где раскупил и от тебя забыли. Там мы продолжали с ними сотрудничество. Они закупали у нас, продолжали продукты, мы каждый месяц получали деньги. И даже, вот знаете, в городе листа, там 100 тысяч населения, по-моему. Чувак работал поваром, он с нами начал работать, зарабатывал по 100 тысяч рублей в месяц. Охренеть. Да, я уже говорил про плохие франшизы. Хорошие франшизы, все с ними в порядке. В итоге, у вас вопрос. Хорошо, продукт найден, команда найдена. А что дальше-то делать, правильно? Объясняю. У меня было первое собеседование. Это вообще такая рыжака. Хотите послушать? Да. Макин Фокс хочет. Хочет, хочет. В общем, мы должны были расшифровать наш отдел продаж. То есть, так как заявок было много, порядка тысячи заявок на наш бизнес, я принял решение с Вовой вместе, соответственно, нанять отдел продаж. Я залез в фитхантер, кто-нибудь был в фитхантере. Я посмотрел, сколько стоили фитхантер, и я закончил фитхантер. Мне было жалко 4 тысячи рублей на вакансию. В итоге, я просто разнесу пост, нужны продажники. Мне в лично написало 20 человек, из которых я все написал. Ребята, в понедельник нужно будет в 9 утра. Из 20 10 согласилась. В итоге, в итоге понедельник. Я просыпаюсь в 10. Я проспал. Я звоню Вову. Вова уже в офисе. Мы туда уже в офисе стали в центре. Я говорю, Вова, знаешь, я когда-то книгу читал. То, что когда проходят собеседования, руководители все должны опаздывать. Потому что это показывает, что руководитель очень важный. То, что, значит, проверяет, естественно, будущее этим претендентом, то, что им это действительно нужно. В итоге Вова думает, ладно, я понял, ты опоздаешь. Я говорю, Вова, можешь с ней провести первое занятие? Ну, в смысле, задание дать им, чтобы они прозвонили своих близких, своих друзей и заняли денег. Это были продажники. Он говорит, окей. В итоге я заряжаю через час. И вот эти пять человек заняли в общей сложности 100 тысяч рублей. Они прозвонили своим знакомым, друзьям, маме, папе. И заняли деньги. Почему это важно? Потому что это продажники. Они должны продавать. Они должны продать кому-то что угодно просто. И они должны уметь это делать по факту. Это не так, чтобы вам звонит человек и наваливает его. Купи, купи, купи. Нет. Важный результат. Потому что Джек реально вам деньги отдаивал. Соответственно, из этих пяти осталось только трое. Мы с ними начали работать. Дальше Вова говорит, нам нужен операционный исполнитель. Ну, то есть человек, который будет управлять этой сетью. Так как, если кто-то сделает подобную сеть, то у вас сразу начнутся какие-то недопонимания с партнерами. Они будут обязательно с вами общаться 2-4-6 сутки и так далее. Он сейчас звонит в смс, где деньги. Да. В итоге Вова говорит, слушай, Макс, нам нужен классный сотрудник. Давай возьмем нашу WU. В то время он как раз только уволился с Antetex. Вы знаете, это первый ритейлер в мире. Зара, першки и так далее. Вот эти вот ребята. Он все структурировал великолепно. Началась совсем другая работа. Вот это, кстати, таблица Ильи. Да. То есть Илья настолько структурировал всю работу. Опять же возвращаясь к вопросу об ключевой компетенции. Вот чувак заморозился. То есть нам было лень это делать, а я это сделал. Он проверял каждого партнера в каждом городе. Сколько у него было точек. Сколько было в среднем продаж по каждой точке. Сколько в среднем вообще в принципе по городу может продаваться. Емкость у рынка. Все нахрен посчитал. Вообще все. В итоге Илюха нам сделал очень много. За что и получил денег по сути. То есть опять же возвращаясь к вопросу. Что делать, когда, боже, вы что-то не знаете. Ну найдите человека, который это знает. Который в этом компетенции. Дальше, что происходит. Через три месяца мы говорим. Ребята, нашим партнерам. Кто больше всех заработает, тому мы отдадим 20% от компании. Вот это как раз про сложный процент. Про черного лебедя. Кто-нибудь читал черного лебедя? Очень сложная книга, но всем в прочтении. Как раз мы ее увидели у Аяса. А я посоветовал эту книгу прочитать. Вот в чем смысл черного лебедя? Вот я просто увидел, там мужик уже зевает. Вот смотрите, вот вы здесь сидите, да? Вы пришли на мероприятие бесплатно, правильно? Бесплатно же? Да. Как вы думаете, какая польза у вас этому мероприятию будет? Нами. Контакты. А в день как это можно сконвертировать? Нет. Как? Просто активные визитки. Ну да, похоже. То есть в чем смысл? Смотрите, вы пришли на мероприятие Аяса бесплатно. Однажды я пришел. И вы с кем-то познакомились. Вот, предположим, Меган Фокс сейчас познакомилась с Русланом. А Меган Фокс занимается, предположим, произведением Чубахуа. А Руслан всю жизнь мечтал продавать Чубахуа. В итоге они сконнектились. Они начали бизнес. И Меган Фокс заработала 1 миллион рублей. Что происходит? То есть ваш бесплатный билет на сегодняшний мероприятие сделал 1 миллион рублей. Поняли смысл? Такой. В чем смысл сложного процента? В том, что когда вы совершаете множество действий, у вас большая вероятность того, что что-то произойдет в вашем. Понимаете? То есть под ближайший камень не подать не течет. Правильно? Одно ожидание. Изучали же? Чем больше действий, тем больше вероятность того, что с вами что-то произойдет. Правильно? Соответственно, нужно действовать, нужно двигаться, нужно что-то делать. Лучше ты раз начал. Окей. Вова, когда приехал в Москву, вот у него вообще ничего не было. Вот реально. Ну то есть чувак был в безвыходном положении. У него оставалось на карте 20 тысяч рублей, чтобы заплатить за костел. Он тогда кальянами торговал. На третьем этаже костела. Он еще так красиво нападал. Макс, короче, давай встретимся в кальянами. Обсудим операцию. В итоге я приезжаю. А это поздно. Он говорит, Макс, давай я на третьем этаже поднимаюсь. У меня тут своя кальянная кальян. Я начал подниматься на третий этаж. Он такой развалился на куфике. Вот я просто лежит. Он такой, Настя, сделай кальян, пожалуйста. Настя подходит, сделает кальян. Мы курим. В итоге что-то разговаривали. Я говорю, слушай, Вова, классно. У тебя бизнес с вами? Говорят, да нет. Я понял, тут это как бы. Ну, Настя моя подруга. И я говорю, в общем, не суть. В итоге Вова, реально, ну, чувак очень большой, серьезно. То есть он мне говорит, давай займемся бизнесом. Я хочу хоть чем-то заняться, потому что у меня без вариков не стыдно возвращаться в Красноярск без денег. Мне там мама, мне будет стыдно просто перед мамой показаться. То, что я поехал из Красноярск к Москве покорять Москву, ни хрена ничего не покорел, кроме кальян на третьем этаже. В смысле? Вот человек, Вова, ввязался. Вот как сегодня я сказал, ввязался. Он хоть что-то начал делать. И что я у Вовы взял? Вот в чем плюс партнерства? То, что вы что-то друг на друга берете. Вот от Вова я взял то, что мне фринксак надо делать. А по ходу дела уже разберешься. В чем смысл? В том, что это называется проблема вечного стартапа. В чем смысл вот этого термина? Проблема вечного стартапа. То, что вы сейчас сидите такие думаете, блин, все, я понял. Я буду разводить чихуахуа. Макс сказал на сцене эту тему, короче. В итоге вы, значит, приходите домой, набиваете Google, как написать бизнес-план по чихуахуа. Скачивайте бизнес-план, пишите его два месяца, потом за что-то, блин. Нет, надо, короче, еще что-то сделать. Надо посмотреть вебинары, как разводить чихуахуа. Смотреть вебинары еще полгода. В общем, вы погрязли. Вы вечно что-то ищите, что-то думаете. Надо просто делать. Но, тем не менее, общаться нужно вообще постоянно. Потому что атмосфера вот этого, то, что вы здесь собрались, то, что вы где-то людей видите, это вас толкает вперед. То есть, если вы были сидели дома, то, наверное, будет ничего не больше. Важно тоже общаться. И мы вообще нифига не разобравшись там емкости, ревинка. То есть, мы когда звонили людям, у нас чувак из Аркутска спрашивает. Ребята, у вас есть маркетинговая модель? Мы такие, нет. Он такой, ну как же так? Вы что, ничего не читали? Мы такие, нет. Он такой, ну ладно, держите 50 тысяч. И только на третьем месяце мы поняли, что мы полулегально всем этим занимаемся. Потом по бумагам нормально все сделали. Смысл в том, что начните хоть что-то делать. То есть, прямо сейчас. У вас какая-то идея появилась, начните. А потом уже по ходу дела разберетесь. Потому что начинающим предпринимателям государство помогает своего бога. Вот последнее, что я хотел сказать. Знаете, Артем Лебедевский? Да. Мой кумир в каком-то роде. Очень крутой чувак. Потому что он матерится и этого не стесняется, как и я. Соответственно, как мотивирует себя что-то делать? Ну, дальше по контексту. Ты не видишь. Ну, продадите. Не надо. Не надо тебе на это смотреть. Есть какие-то вопросы, ребята? А, понятно. Ребят, ну, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валерий Михайлович, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хотите послушать еще как продадят этот адамеронов у СВИН? Давай. Давайте расскажу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О том, что не надо быть жадным и о сложном проценте. Мы отдали часть компании нашему партнеру, одному дистрибьютору. Это был Руслан, он в Уфе был, получается. И, соответственно, мы работали, работали. И потом появилось предложение от Руслана, что он хотел бы выпустить компанию. Мы как раз думали о следующем проекте, поэтому на эти условия согласились, собственно. Так что не будьте жантными. Если что-то получается, значит есть действие. Так что есть действие. И последнее, что хотел сказать. Если хотите хоть что-то начать, вот прямо сейчас. Есть Ариас, у него есть свои проекты очень классные. Если хотите покататься на Феррари, это к Ариасу. Если хотите покататься на Мерседесе, это к нам. То есть, хотите покататься там, что там обсудить. И последнее желание. Вы можете, пожалуйста, переждать и поблагодарить нас, как будто мы в концерте. Это все веселые и классные. Спасибо! Спасибо! Спасибо вам большое! Ариас, спасибо! 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 Спасибо!